Всем привет! Блокпост начинает работать! Рубрика Хобби Часть В жизни каждого варгеймера случается этот момент Когда фигурки убраны, склеены, покрашены И остаётся вот это Серый пластик Никуда, в общем-то, не годный Литники В принципе, конечно, можно их просто выкинуть Но я сегодня хочу вам показать небольшой сюжет О том, как можно с пользой пристроить эти литники Если, например, вам не хочется тратить деньги На специальную коробочку для того, чтобы хранить ваши краски Ну, понятное дело, что краски от звезды здесь приведены просто как пример Вот такая вот коробочка Как сказать, органайзер Сделаны сугубо и только из литников В данном случае под баночки от звезды Сделано всё это на скорую руку Видите, ничего не обрабатывалось, грубо всё Нигде тут ничего не заглаживалось Примитивненькое Но свою функцию эта штука выполняет Все 20 баночек у меня не валяются россыпью А стоят более-менее компактно И при этом потратила всё на это примерно 2 часа времени И некоторое количество самого бесполезного материала, что есть Это литники Если вы хотите узнать, как это делается Я вам расскажу Для изготовления вот такого хранилища для 20 баночек краски Нам понадобится 3 литника одинаковых Это с командников от Варлорда Наборы на английскую гражданскую войну Так И 2 больших литника Оттуда же Вот один просто сам по себе пустой Но один с некими перекладниками Вот этого всего хозяйства нам будет достаточно И некоторое количество проволоки Также потребуется, естественно, дрель Дрель куда без неё Потребуется нож Ну и клей Клей револоский Синенький Вот такой вот И, собственно говоря, через 2 часа вы будете счастливым обладателем Такой вот замечательной коробочки Ну или подольше, если будете работать почищательнее Итак, что нам нужно? Значит, для начала, ребятушки, надо определиться Насколько красивой вы хотите сделать свою штуку Если хотите сделать её гладенькой, красивой То, пожалуйста, все эти надписи убираем Надфиль вам в помощь А если вас это не волнует, так и упростим себе задачу Далее Значит, определимся с тем, какие краски вы будете сюда укладывать Я буду, опять же, укладывать звездовский акрил А чего бы и нет Дёшево и сердито Да заклеймят меня позором все великие знатоки кисти И влажные палитры Так, значит, для того, чтобы у нас баночки здесь не ёрзали Надо создать сеточку Сеточку мы сделаем, опять же, используя литники Берём литник из того же самого набора Я уже говорил, да? Чем он хорош? Тем, что его короткая сторона как раз ложится идеально на вот эту рамочку Значит, что мы сейчас сделаем? Мы отрезаем здесь кусок литника Отрезать лучше всего, на мой взгляд, вот с неким запасцем Почему? Почему неровно? Потому что это создаст нам больше площадь для приклеивания Чем большая площадь соприкосновения, тем прочнее это всё будет держаться Так, раз, два Так, здесь у нас будут два литника Ой, две планочки Ну и ещё одну я уже отрезал Так, берём, прикидываем Вот, как видите, у нас уже потихонечку образуется некая сеточка Так, а, соответственно, поперечные линии Мы сделаем уже из ровных планочек, из этих Наклеив их уже поверх Вот так вот Сейчас, значит, мы с вами размерим это всё хозяйство И приклеим Вот как-то так Итак, мы сделали центральную часть нашей конструкции Вот здесь будут, собственно говоря, держаться наши баночки Теперь берём второй литник Это у нас будет дно И нам надо будет сделать так, чтобы эти баночки не проваливались внутрь То есть мы должны будем здесь наклеить, опять же, из литников Ну, скажем, то, что будет дном То есть опять те же самые литники Но она так, чтобы баночки не просочились внутрь Дела отвлекли вчера Пришлось перенести окончание проекта на другой день Значит, что у нас получается Получается всё, как видите, я приклеил Пять штук, пять планочек Почему пять? Ну, потому что положил вот сюда сверху среднюю часть И сделал так, чтобы эти планочки стояли посредине каждой ячейки В таком случае у нас краска гарантированно никуда не провалится Так, это нижняя часть Значит, здесь нарывовский клей И я рекомендую, ребята, если вы, конечно, будете этим заморачиваться Обязательно сделать штифты Вот здесь маленькие, совсем небольшие штифтики Не поленитесь, просверлите, сделайте В таком случае у вас конструкции с носу не будет Потому что если только на один клей сажать Надо понимать, что краска будет давить на излом И она может всё отвалиться Зачем нам портить вещь, на которую мы потратили часть своей жизни Итак, небольшие штифты И всё Теперь начинаем самую муторную часть этой самой сборки этого приспособления Сейчас покажу, в чём она заключается Показываю на ранее собранные вещи Нам теперь нужно что сделать? Придать некую высоту, чтобы баночки с краской у нас не вываливались Для этого что мы делаем? Мы просверливаем во всех трёх рамках некоторое количество отверстий, какое хотим Вот, значит, здесь вымеряем и вырезаем вот такие небольшие кусочки литника Вот, вырезаем нужное количество проволочек Далее просверливаем эти маленькие палочки насквозь, вдоль, в длину И всё это собираем Выглядит это, конечно, зловеще и утомительно Но не так уж и долго, если у вас хорошее сверло И, в общем-то, есть что послушать или посмотреть, пока вы выполняете механическую работу Для того, чтобы у нас отверстия во всех трёх рамках совпадали Совпадали Мы используем заранее приготовленные проволочки Ну, нужной нам длины Блин Залезай Вот, значит, мы просверлили Первое отверстие, да? Ну и дальше уже во всех остальных литниках мы сверлим отверстия Так, чтобы они, ну, совпадали И везде вставляем проволочки Для того, чтобы при сверлении это всё никуда не съезжало Ну, такой маленький приёмчик Ну, вот, когда вы просверлили нужное вам количество отверстий Вставили проволочки Вы чётко теперь понимаете, сколько вам надо вот таких вот кусочков литника В данном случае у меня 10 проволочек 10 на 2 Нужно 20 таких вот кусочков Которые нужно просверлить предварительно Длина кусочков литника 13 мм Ну, это так, чисто вот Эмпирически подобрано мною Можно больше, можно меньше В зависимости от того, какие баночки краски вы собираетесь ставить Ну, начинаем сверлить Итак, пришло время Финальной сборки Для начала, используя любой имеющийся у вас суперклей Мы зафиксируем железяшки В предназначенных им гнёздах Для чего? Ну, чтобы они просто не выпадали Собственно говоря Так А так-то ни один суперклей, конечно, железяшку не приклеит к пластику Так, теперь берём Релоский клей И, собственно говоря Намазывая с торца Кусочек литника Запихиваем его В отверстиц Вот так Ну, можно ещё пролить Побольше Чтобы Пластик к пластику приварился Это шикарная, как говорится, особенность данного клея Постояв немножко Окончательно засохнув Пластиковые детали Прекрасно друг к другу Приклеятся Для пущей прочности, например Можно использовать сразу два клея Железяшку промазать Промазать суперклеем А на пластик капнуть револоского клея И взять литничек так Раз И прогнать Таким образом Он совсем будет намертво, что называется, вставать И уж тут, как говорится Сломать эту штуку Ну, можно будет, конечно Но Станет делом Затруднительным Да Затруднительным Вот так Вот и всё Дайте клею немножко подзастыть Он схватится И Всё Понятное дело, что Данный способ создания Подставки для красок Из литников Не является оптимальным Это всего лишь мой опыт И да Я в курсе, что можно заказать Такую штуку Из МДФ Или БВХ И всё Там по размерам тебе напилят Пришлют Это будет стоить совсем недорого И не надо заморачиваться С этой фигнёй Понятное дело Но сегодняшняя задача была Найти применение Такой бесполезной вещи Как литником Вот одно из таких применений Я вам показал Ну Есть ещё кое-какие идеи Но о них расскажу как-нибудь В другой раз А на этом всё Надеюсь, это будет кому-то интересно Спасибо за внимание Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok